друзья всем доброе утро в общем как вы уже знаете мне поменяли номер вчера потому что я попросил номер но мне не нравился короче говоря вид я чему дали вот такой вот вид вид на море у этого отеля еще есть шезлонги есть пляж есть завтраки но я все завтраки проспал я просто сегодня хотел спать поэтому взял без завтрака немного прохладный такой ветер ветерочек но в принципе в принципе нормально я думаю купаться можно купаться кататься вот на этих всяких разных штучках закрой конечно же не получится но в принципе а еще я запросил сейчас у них поздний чекал от лечка вот они сказали да в принципе все может а кстати вода прям черная-черная действительно видимо не просто так его называют это море черным сегодня у нас прям очень солнечно здесь и многие люди загорают собаки тоже загорают они открыли можно вот прям с пляжа вот так в бассейне покупаться очень удобно на самом деле ну и вот можно приехать вон там под деревом стать в принципе с улицы можно заехать прям на этом пляже чисто встать также с улицы позагорать уже ближе к вечеру 8 часов решил продолжить свое движение в сторону батуми здесь от грегалете примерно 60 километров за час можно доехать здесь уже все рядом ну и там уже совсем рядом будет граница с турцией уже нужно мне будет искать где-то там турецкую страховку говорят на кпп она продается кстати я вам забыл сказать что страховку кстати грузинскую страховку я купил на когда стоял в очереди на границе россии и грузии и онлайн я и через карточку спокойно купил вот к сожалению если я не ошибаюсь так сделать в турции нельзя там нужно обязательно покупать через агента через брокера эту страховку и соответственно хотя наверное как-то можно это сделать просто видимо на турецких сайтах это как-то делается и в грузии это с этим легко и просто все 30 лари вы платите заходите на официальный сайт сразу на email приходит подтверждение кстати когда вы будете про выезжать из грузии то есть вы можете ездить по грузии вот я сколько еду я здесь катаюсь меня даже ни разу на меня даже в мою сторону не посмотрел ни один полицейский и вот я уже проехал почти не почти а 5500 километров ровно и меня один раз только остановили и я вот уже понял почему я когда ехал у меня вот здесь вот было видно короче говоря уголь там лежал древесный уголь для мангала и видимо он заметил что у меня там ну накидано навалено все на заднем сидении и я вот прям прям перед ним еще так сильно замедлился и он решил меня остановить потому что он меня остановил сразу говорит открой заднюю дверь я посмотрю что у тебя там багажник открой вот а так 5500 километров если бы наверно не этот уголь я меня на нет ни разу бы так и не остановили ну вот я что хочу сказать что когда вы будете выезжать из грузии на границе на кпп у вас спросят страховку вернее проверят страховку была или нет если не было не было страховки а штрафуют если вы просрочили то что там сколько у вас было дней там насколько вы купили тоже штрафуют поэтому с этим будьте очень внимательны и в каждой стране своя страховка раньше можно было покупать так называемую green card зеленую карту и кататься по европе и по европе и по турции можно было кататься сейчас нужно купить будет мне отдельно в турции и отдельно для европы потому что вот это вот зеленая карта она уже не работает к сожалению она по моему только вот 10 дней назад перестала работать и короче говоря нужно будет как-то искать я не знаю как покупать европейскую страховку еще пока я вчера читал весь вечер и так внятной информации не нашел там какие-то посредники продают как-то им как-то надо деньги переводить как-то все мутно в общем торговцы всякое разное продают кстати у них очень хорошие цены просто ну очень хорошие цены и у них можно купить домашние овощи фрукты ягоды все ну по крайней мере вот я останавливался сколько два раза и два раза были хорошие цены но опять же нужно подходить и интересоваться что сколько стоит торговаться и так далее а не так что дайте мне то 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 это и сколько стоит потом в конце здесь в основном сосны акация растет ну вот такие сосновые очень редко попадается карагач и уже новые деревья даже которые название не знаю это много всяких разных кустарников но очень зелено прям просто зелено и туда если пройти то там не пройти вообще если захотеть туда пойти куда то либо туда либо туда там просто непроходимые джунгли какие то надо либо мачете с собой брать либо еще что то потому что полностью все заросли это кстати национальный парк если я не ошибаюсь и что еще про страховку говорят что нужно где-то в потуме раздобыть турецкие лиры у меня 100 лир есть всего лишь но этого не хватит я думаю где-то около тысячи лир надо с собой иметь на страховку потому что на вот этом кпп он большой крутой он прям такой массивный но там может не быть может не работать банкомат или может по карту по этот банкомат не принять и говорят что лучше подготовиться и типа найти где-то в районе батуми а наличные лиры турецкие ну я наверное просто лари сейчас поменяю да и все на лиры скорее всего там будет обменник и это уже приграничный город по туме вернее там есть еще на сэ еще один город вот здесь они продолжают строить эти магистрали вот это в ту сторону строят в эту сторону строят и мы сейчас по ней чуть-чуть проедем немного совсем нас сейчас туда вывезут да вот желтая зеленая батуми и это зеленый вот такой знак и магистраль нарисована это говорит о том что это будет когда-то платная дорога то есть они нарисовали все уже знаки поставили но они еще не закончили вот этот знак зеленый если вы где-то увидите его в турции или в европе это значит что вы выезжаете на платный автобан на платную трассу магистраль тихонечку начинаем набирать высоту возможно это здесь участок дороги такой но в любом случае прямо по курсу там горы и во первых за этими горами уже турция во вторых там дожди идут в горах там прям такая пасмурная тучная погода я думаю даже сейчас я в батуми заеду и там даже в батуми уже будут дожди я вчера так отмыл хорошо машину закинул 3 лари а она просто не останавливается не останавливается это ну наверное где-то 500 тенге у нас чтобы так хорошо машину помыть надо наверное около 2000 а здесь за 500 ну наверное просто в этом регионе прям можно очень хорошо отмыть машину и напор очень хороший тоже был на мойке я не знаю это вот как раз рядом с тем отелем с которым я жил здесь немного вот южнее в сторону батуми если поехать от заправки от отеля вот такие вот здесь ландшафты классные прекрасные прям вообще красота очень много вот этих сосновых деревьев сосновых лиственных пород и прям такие леса густые высокие вот это вот автовозы я сегодня ездил еще в порт поте там очень много машин на самом деле порт большой вот они видите сейчас пока битые перебитые все а пока их до Тбилиси довезут до авторынка они уже там целые будут и порт очень большой на самом деле прям такой и там и большие корабли заходят и такой серьезный порт дорога просто очень красивая какая-то невероятная красота дорога после наших степей после наших каких-то вот таких вот простор пространств здесь конечно круто очень круто там еще сейчас туннель будет плюс ко всему сразу после туннеля открывается очень красивый вид на Батуми ну на самом деле Батуми говорят намного такой более современный город его застроили он меньше чем Тбилиси но он более такой наверное как сказать инвестиционно привлекательный в плане инвестиций потому что там очень много строили и строят и на продажу очень много строят вообще честно говоря для меня это до сих пор загадка зачем люди покупают какие-то себе квартиры где-то в других странах но если вы хотите допустим приехать отдохнуть не обязательно же покупать квартиру вы же можете сегодня допустим в Батуми пожить завтра там в Греголете послезавтра в Тбилиси и так далее ну или там неделю в одном городе неделю в другом городе и все равно на одном месте мне кажется как-то вот надоедает или я просто такой человек видите вот там прям набережная у них пляж большой наверное меня просто постоянно куда-то прет и мне тяжело на одном месте усидеться и поэтому наверное я себе такую машину сделал и постоянно куда-то еду, 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 что-то новое узнаю и каждый день что-то новое пробую новые вкусы, новые цветы, цвета, новые запахи новые иллюзии, новые знакомства, новые ощущения это очень интересно на самом деле ну для меня по крайней мере мы сейчас с вами едем по мосту то есть здесь здесь какая-то долина под нами и они сделали вот такой вот мост ну метров пятьсот наверное может четыреста точно есть просто через эту долину гигантский мост а там еще плюс ко всему туннель страна у которой нет нефтяных ресурсов вообще ничего по сути кроме туризма нет и вот как-то умудряются строить инфраструктуру дорожную и вообще все на свете здесь есть для комфортной жизни оказывается здесь не бывает снега в Белиссии снег может максимум пару дней полежать и все то есть зимы очень теплые мой номер в Батуми за 70 лари весьма культурно прям весьма-весьма культурно 70 лари я даже не знаю сколько это сейчас но я думаю немного на одного человека наверное на двоих будет чуть-чуть больше но все равно все равно вот вид такой во двор здесь на сад в принципе очень даже культурно вот такой здесь у них еще есть типа коридор ну и вот вид на стоянку по моему машину стоит они сказали что здесь камеры и что здесь очень безопасно вот эта трасса по которой я приехал и туда дорога идет в Батуми мне сказали 7 километров я сейчас с удовольствием пойду прогуляюсь интересная здесь камушки галька такая крупная есть поменьше и я существенно еще не доехал до Батуми но в принципе мне здесь нравится мне все устраивает за 70 лари просто вообще супер я мог бы я мог бы конечно заехать вон туда где стоят машины и там заночевать но но я просто думаю оно реально того не стоит 70 лари у меня и душ и туалет и интернет вай-фай я до сих пор не покупал крысинскую сим-карту работает и мне этого хватает во-первых есть люди спасатели которые спасают тех кто якобы будет купаться вот прям сейчас он там сидит вечером во-вторых здесь вот стройка идет прям такая серьезная масштабное строительство и несмотря на то что далеко где-то 5-7 километров до Батуми здесь очень чистый такой пляж и прям у них как-то все здесь серьезно на туризм настроено я сейчас дойду вот туда до этой скалы и там уже надеюсь будет нормальная пешеходная зона в принципе там можно идти по дороге банановые пальмы растут вернее банановые короче эти кустарники это свидетельствует о том что здесь еще теплее даже зимой будет чем в Тбилиси здесь вообще наверное снега не будет русская музыка играет семфира ну на самом деле здесь прям вообще совсем уже много туристов местные конечно тоже приходят я думаю основная часть туристов вот там в Батуми там скорее всего и набережная будет покруче по которой прям ходить удобно потому что здесь поезд и он прям здесь есть и железная дорога а там видимо уже по культурной будет так же сюда приходят любители собак вот это по ходу тело местная собака а там еще тоже местная собака а этих привезли привели покупаться в море собаки прям кайфуют они хотят познакомиться с местной но агрессии не чувствуется ни у собак ни у местных жителей как-то здесь все ночили на расслабоне а вон там я вижу машины и вот там где это белое здание я мог там заехать либо здесь заехать и прям на пляже встать заночевать ну я еще раз повторюсь 70 лари это 25-30 долларов чуть меньше ну никакого вообще смысла нет спать в машине когда можно за 20-30 долларов поспать на белой кроватке чистой конечно здесь не было бы допустим отелей и какая-то красивая супер уникальная была бы здесь природа и другого бы не было выхода я бы конечно переночевал с удовольствием в машине шашлык бы пожарил мясо и так далее и я бы без труда бы прям к воде мог спуститься на своих колесах потому что это вот как раз таки здесь ее стихия и можно было бы просто поспать прям вот так вот поставить и с видом на море на эти корабли там закат а с той стороны как раз был бы рассвет вот стоит прицеп автодом и тягач у них Nissan X-Trail с нидерландскими номерами они вот просто встали здесь и стоят а еще у них здесь то ли бамбук растет то ли они его откуда-то привозят прям повсюду они и мостики делают с этого бамбука и лавочки вот сделали можно вот так присесть на закат посмотреть вот до такой вот набережной приличной более-менее нормальной по которой приятно гулять примерно 2 километра с того отеля где я живу сегодня здесь по-моему можно покушать сейчас пойду зайду попробую ну и можно на автобусе вот эти автобусы современные японские они ездят здесь я думаю можно доехать в принципе на автобусе я хотел погулять посмотреть мне было интересно как здесь да что ну закат прям очень красивый конечно а вот здесь Батуми и вот этот вот город туда Сапро или на С как-то приграничный и все уже там Турция друзья я заезжаю в Батуми здесь меня встречает вот такой вот борт с контейнерами с кораблями ну весьма такой крупный здесь и ШД составы тоже железная дорога мне сказали вот здесь где-то возле фуникулера есть улица с обменниками прям большая и там можно поменять лари на лиры хе-хе-хе я думаю сегодня пересечь границу Грузии с Турцией и соответственно мне понадобятся там деньги на страховку ну и вообще уже мне лари в принципе здесь уже не будут нужны поэтому я их сейчас все поменяю сколько у меня есть и куплю турецкие лиры турецкие лиры куплю здесь у них очень много казино я помню у нас лет наверное 15 назад может быть даже 20 назад тоже были казино потом их все эти казино дружно перенесли в область Алматинскую там 80 километров от города 60 километров от города а здесь у них это еще пока все процветает набережная батуми вернее вот ее прилегающая часть набережная туда еще дальше туда на машине не проехать она вообще вся вот эта часть я не знаю наверное сколько в радиусе здесь нескольких километров вся эта часть батуми она выложена вот такой вот вот такими камушками брусчаткой и соответственно здесь на машине во-первых не разогнаться ну вообще нормально не проехать здесь она постоянно волной идет и постоянно такой звук короче говоря вот здесь очень много отелей уже европейских и видно такой высокий уровень жизни и люди не такие как допустим в грузии где-то в деревнях да здесь все очень круто но как-то здесь не знаю парки на набережной очень большие и получается очень много зелени конечно же да здесь гулять классно но вот как-то на машине не очень здесь ездить потому что вот это покрытие оно такое немного неприятное для машины и вот это рядом авеню тоже ростовели оно тоже такое же а мы сейчас здесь еще и не разъедемся там мариот отель поездил я поездил сегодня по батуми несколько часов и решил здесь не задерживаться обменники вот находятся на вот этой трассе в северном направлении как только заедете в город северной части там курс обмена у всех одинаковый обменников много но единственный минус то что я к ним подхожу они пишут выгодный курс хороший все но я к ним подхожу и ищу парковку останавливаюсь подхожу к этому обменнику они говорят что типа лир нет хотя на табло у них лиры есть и курс хороший когда вы едете в аэропорт курс чуть-чуть получше совсем чуть-чуть где-то наверное на один процент но обменников здесь много то есть поменять можно спокойно и вот здесь вот как раз таки топливо я сейчас залью полный бак топлива 95 потому что у меня четверть бака осталось как раз посмотрим какое будет топливо в грузии 95 стоит 2 лари 62 и 62 копейки по-моему эти копейки называются вообще на самом деле вот в этих городах в поте и в батуме очень много продают ну занимаются люди именно автотранспортом ремонтируют машины многие машины без номеров ездят многие машины без бамперов ездят и вот здесь шины всякие разные продают все такое связанное хаб такой связанные с с автомобилями короче говоря ну по крайней мере в этой части а центр такой тесный там ходить пешочком и короче говоря не знаю может быть я там ну не успел его распробовать разглядеть по доме ну честно говоря он мне не зашел мне кажется в Тбилиси поинтереснее будет такой исторический город ну и вообще да и вообще Грузия я думаю страну лучше познавать не из больших каких-то городов мегаполисов а именно с каких-то деревенек маленьких городочков таких с небольшим населением вот это я понимаю да страну узнавать ну по крайней мере на машине вот продолжаются обменники ну в принципе плюс-минус где-то здесь одинаковый курс я просто поменял всего лишь 1000 лев и поэтому мне никакой большой роли не сыграет на заправках такая система интересная не на всех заправках можно заливать полный бак многие заправки они как бы по предоплате работают и вот здесь допустим топливо побольше стоит а там где я заправил только что я заправил по 2,60 во-первых во-вторых заправщик приложил свою скидочную карту и у меня там на литр еще больше получилось ну не знаю какой будет расход топлива сейчас пока показывает 7,8 но он должен снизиться вот только я выехал с города здесь такая речка большая она впадает в море в черное море вот видите машина без бампера без крыла и вот они эти машины биты покупают в Америке и потом потихонечку потихонечку начинают здесь шаманить вот здесь вот ну чуть-чуть на 2 цента на 2 доли цента то есть в принципе плюс-минус курс наверное везде будет одинаково вот прям на заправках даже можно поменять то есть когда вы едете в сторону границы не обязательно вам там менять где я искал потому что там неудобно парковаться и курс обмена примерно одинаковый здесь вы спокойно можете остановиться возле любого обменника их просто немерено здесь вот я заправил по 2,60 здесь 2,72 и еще плюс ко всему мне скидку сделали 8 километров остается сейчас нужно остановиться навести порядок в машине потому что иногда говорят бывает машину загоняют на рентген и до нитки вытряхивают просто все сумки все коробки все 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 полностью досмотр полный делают и прям пишут на форумах в телеграме что там даже вот заставляют полностью все какие-то лекарства люди везут даже заставляют показывать рецепт на эти лекарства и все все досконально типа Грузия хорошо пропускает а в Турции бывают такие прям досмотры с пристрастиями вот поэтому я сейчас чтобы не вызывать ни у кого никаких подозрений наведу порядок в машине и только потом буду проходить границу ну вот дорога вот так границы подходят одиннадцать минут ехать и через пять минут там уже будет КПП граница а с правой стороны море здесь где-то есть еще смотровая площадка но я наверное уже на ней не буду заезжать потому что там во-первых пасмурно во-вторых ну как бы я посмотрел по доме в принципе мне хватило наверное того что я увидел возможно я как-нибудь еще потом приеду дам ему шанс второе этому городу но вот сегодня и вчера как-то вчера я кстати еще гулял по набережной ни с того ни с сего подъехали полицейский патруль говорят дай документы дай паспорт я говорю ну вот пожалуйста мы сейчас тебя будем фотографировать я говорю в смысле а как это зачем но вот типа кого мы останавливаем мы должны сфотографировать и паспорт должны сфотографировать взяли меня сфотографировали паспорт сфотографировали все спасибо извините типа удачи идите ну наверное из-за того что я ночью шел может быть из-за этого я просто люблю гулять и возможно с этим связано здесь какой-то замок исторический гоню очень большой туда даже по моему бесплатно можно зайти ну бесплатно или платно не знаю ну в общем вот так вот дорога проходит дкпп и что самое интересное вот если вы едете в машине на вас вообще не обращают полицейские внимание ну естественно вы не нарушаете а вот я шел и что-то вот им интересно понадобилось от меня вот еще одна заправка и тут же обменник и короче говоря все все до кучи все в одном месте и все все можно на выезде прям все можно успеть здесь их очень много наверное если вы едете в Турцию через Грузию то самое оптимальное место остановиться где-то лучше вот здесь то есть не в Батуми не перед Батуми а именно вот здесь вот перед границей где вот эти вот все отели начинаются здесь и дальнобойщики отдыхают вот три километра до границы и здесь очень много отелей прям вообще на каждом шагу вот и на русском сдаются комнаты и кафешки всякие ресторанчики магазинчики здесь есть если бы я знал что здесь такое место я бы лучше наверное остановился где-то здесь потому что здесь и спокойно вот этого кипиша нет как в Батуми и в принципе вся инфраструктура любая и обменные пункты здесь и заправки все здесь есть глэмпинг прям такое курортное местечко и находится на границе на границе вот это место называется Сарпи я уже потихоньку начинаю набирать высоту пошел в горы по серпантину то есть справа у меня море а слева вот эти вот горы, скалы, дорога идет весьма живописно дороги очень хорошие кстати вот эстакада нужно заехать было проверить это типа весы наверное что-то такое я так понимаю отсюда пошла очередь из фур полтора километра а а легковые машины едут ну вот так вот частично по встречке водопад здесь кафешечки есть всякие разные рестораны ну ландшафты очень красивые когда я ехал на верхний ларс то там сзади меня хотели как-то обогнать все быстрее проехать а здесь вот люди как-то едут спокойно цивилизованно друг за другом никто никуда не спешит и все я уже вижу КПП отсюда вот мне пишут happy journey счастливого пути это свидетельствует о том что все я уже выезжаю из территории Грузии покидаю территорию Грузии вот здесь с правой стороны какая-то парковка люди паркуют машины а они приезжают сюда купаться здесь пляж здесь вот такая парковка очень большая прям-прям перед КПП ну КПП такое его даже сложно назвать КПП во-первых обменники с курсом в принципе таким же как я поменял во-вторых с правой стороны пляжи продается вино сдаются квартиры все на русском прям вот КПП а здесь вот с левой стороны любая инфраструктура которую вы хотите конечно здесь можно страховку купить такой пункт пропуска передо мной стоит 2-3 я не знаю наверное машин 10 около 10 машин и вот в одно окошко только проходят люди оттуда поехал он зачем и вот здесь вот просто кипит кишит короче говоря это все здесь вся инфраструктура есть любая абсолютно там проходят люди вот справа прям видно пешеходы а здесь проезжают машины прошел я только что таможню вот так вот выглядит пункт то есть уже с турецкой стороны пункт пропуска там очень много людей прям подходят там шлагбаумы очень многие подходят прям встречаются здесь есть автобусная остановка и ну это вот уже выезд а те кто приезжают они по туннелю сюда приезжают с левой стороны вроде как бы уже начинается пробка на то чтобы въехать в Грузию с турецкой стороны да это скорее всего пробка из курсовых машин в целом в целом я прошел границу за наверное за 2 часа вся была пробка только из-за того что вот этот человек который дал мне эту бумажку в самом конце он проверяет страховку и ну он вроде как решает сколько здесь можно находиться и короче говоря только вот из-за него вся пробка была а так паспортный контроль осмотр все таможни я прошел очень быстро прям очень вообще быстро и все я уже в Турции турецкие знаки вот эти турецкие картонные картонные эти которые типа этот полицейские вот такие цены на топливо так 95 и 24 лиры стоят возможно еще с чем-то я честно говоря даже не знаю с чем это может быть связано но и сразу чувствуется что я в Турции оказался она мне уже какая-то такая родная стала не знаю почему я по ней столько ездил столько проехал и как-то здесь все понятно и легко вот сразу же здесь отели есть я вот сейчас как только отъехал от границы сразу вот вам записываю не перестаю базарчики все такое погода здесь в принципе примерно такая же как в Батуми ничем она особо не отличается вот вот мне уже смс пришло что я в Турции наконец-то обычно прям на где-то на пункте пропуска рядом с границей едешь уже присылают сообщения девушки ловят я сейчас поеду не знаю куда поеду до ближайшего какого-нибудь небольшого города и думаю я заночую там потому что время уже 4 часа ну в принципе за 2 часа я думаю это нормально пройти таможню ну никаких лишних они вопросов не задавали они так посмотрели просто двери открыли просто посмотрели что это там холодильник да холодильник все давай молодец и чай дальше и все вот кебаб турецкий пожалуйста уже можно покушать вот это вот зона где продают страховки то есть там 2 коридора вообще по идее по одной линии едут машины у которых есть страховка по другой линии у кого их нет и короче говоря там уже все смешалось кони люди и все едут просто там не хотят и я подошел именно вот в этом в этой зоне где продают страховки и говорю сколько стоит у вас страховка уточнил у них стоит 1000 лир то есть я купил за 800 у них стоит на 200 лир больше поэтому во всех смыслах лучше покупать страховку либо перед кпп вот перед самым кпп где я вам только начинал снимать когда подъезжал там с правой стороны прямо написано сигарда страховка либо надо покупать как-то онлайн у проверенных людей либо либо так либо так потому что если вы заедете пройдете уже паспортный контроль вам печать поставят на грузинской стороне печать поставят на поставят на турецкой стороне печать в паспорт и вы уже проедете и вы будете там покупать страховку она там будет на 20 процентов больше стоить ну по крайней мере сегодня было так вот такое вот здесь черное море уже красиво с зеленой водой красивой классной и рестораны и пляжи пошли я наверное сейчас чуть-чуть прогуляюсь мочу ноги и поеду дальше здесь парк караван парк то есть для владельцев автодомов здесь можно остановиться все едут спокойно никто никуда не торопится дорога широкая да там делают ремонт с одной стороны но это никак вообще не ощущается никак не чувствуется и спокойно я еду вот это турецкое вот такое вот движение видите вот здесь делают значит дорогу сейчас и во первых они все оградили они оградили конусами специальными и оградили плюс ко всему еще знаками а здесь вот машины до сих пор грузовые очередь я не знаю либо они здесь отдыхают либо идут у них начинается здесь очередь не знаю первый город у меня я не знаю как он называется по карте можно посмотреть ну такой крупный с большими многоэтажками и я наверное поеду дальше потому что я еще могу ехать 4 часа только я еще пару часов могу ехать и я буду ехать в сторону Анкары город называется Хоппа Хоппа или Хора не знаю портовый город здесь порт большой и он такой город промышленный поэтому я насквозь проеду ну и там дальше есть Трапзон и есть Резе еще я думаю я доеду уже до одного из этих городов и там уже проведу потому что здесь вот и пыльно еще плюс ко всему вроде бы набережная а как-то пыльно поэтому я проеду дальше за последнее время я не видел прям супер таких красивых набережных чтобы вот с такими горами с такими лесами и все такое поэтому пойдет второй сорт не брак можно погулять конечно я думаю здесь цены еще не успели взвинтить ну с одной стороны Черное море но и отели есть но с другой стороны здесь постоянно будут фуры вот эти порт и все такое вот я смотрю в основном все турки европейцев очень мало ну гуляют вот справа на набережной я имею ввиду дороги здесь конечно же прям просто безупречные во первых они все гладенькие ровненькие и безопасные и еще они красивые мы с вами будем постоянно ехать либо возле моря в данном случае сейчас я еду на юг у меня с правой стороны Черное море и с левой стороны вот эта вот часть Торсии там Иран Сирия все вот эти страны и в принципе что нужно сказать что наверное это самые лучшие дороги по которым я ездил вот за последнее время ни в Казахстане, ни в России, ни в Грузии таких хороших дорог ну попадались где-то моментами но здесь они в целом то есть все дороги в Турции они все вот такие и здесь очень тяжело найти на самом деле плохие дороги вот это вот камеры то есть здесь ограничений наверное где-то примерно 90 и там еще есть зазор по-моему 10 километров здесь что здесь по-моему место отдыха вот у дальнобойщиков видите прямо на берегу моря асфальтированная дорога вот Резе 83 километра я думаю я до него доеду конечно не знаю как пойдет но я думаю я до него доеду и там уже заночую сегодня скалы скалы прям такие отвесные красивые и на них наверху дома стоят вот сейчас здесь туннели пойдут в Турции вообще очень много очень много туннелей и вот здесь ограничения по скорости они меняют я думаю в зависимости от того какая погода они меняют вот это ограничение то есть сейчас здесь 80 возможно в какой-то другой день побольше будет или наоборот поменьше наверно многим будет интересно сколько времени я ехал сколько денег я потратил и так далее я вам скажу честно я не считал я вот просто абсолютно даже не знаю судя по пробегу то что я проехал 5600 километров я думаю ну максимум 6 баков у меня ушло бак ну берите группа 60 литров и ну пусть это будет 400 литров или 200 долларов я потратил на топливо ну по самым грубым подсчетам гостиницы и питание я не считаю и вам тоже не советую это делать потому что ну дома вам тоже нужно покупать продукты нужно готовить кушать и по сути вы дома те же самые деньги тратите я могу вообще в машине бесплатно спать то есть эту статью расходов в принципе теоретически можно вообще не учитывать потому что я каждый день могу спать в машине я могу там душ где-то принимать ну найти наверное можно здесь можно там в речке купаться можно в море купаться или там допустим можно воду набирать у меня емкость 20 литров можно с этого душ принимать а все остальное в принципе здесь не холодно можно получить и как бы шить ну грубо говоря в машине на улице поэтому эту статью расходов тоже можно не считать только то что я потратил на бензин ну на масло я потратил там ну сколько наверное 50 долларов потому что замена была бесплатная и фильтр у меня по сути был ну в общей сложности наверное 250 долларов если так считать если у вас машина в собственности и если ее не нужно ремонтировать то из расходных материалов только это если бы я полетел на самолете я думаю я заплатил бы столько же но я бы не увидел у меня не было бы таких эмоций я бы не увидел вот этой всей красоты когда бы летел на самолете и я бы не смог останавливаться там в таких городах интересных как там Волгоград там Самара или там еще какие-то города ладно допустим там у нас условно в Казахстане может нету столько достопримечательностей сколько допустим Грузию я заезжал в Белизе смотрел Грузия кстати мне очень понравилась тоже страна но когда попадаешь в Турцию ты понимаешь что ты ну немного как бы вроде как на уровне на уровне выше то есть по сути наверное здесь питание будет за счет того что лира девальвировалась намного меньше стоить возможно даже где-то вот в таких местах докуда еще не дошло это все возможно здесь получится даже еще и в отелях неплохо переночевать по нормальным ценам потому что турки они не адаптировались еще к таким высоким ценам они не могут так быстро на себе инфляцию испытать вот а мы то все равно доллары с собой привозим поэтому здесь наверное можно деньги сэкономить то есть если смотреть Грузию то там как бы лари он более менее стабильный по сравнению с лирой и там скорее всего наверное может быть даже где-то цены повыше будут реклама отелей пошла и в общей сложности кто-то говорит что можно здесь экономить деньги кто-то говорит что как бы в Грузии тоже можно экономить деньги но я не знаю для меня больше не то чтобы экономия для меня больше это эмоции которые я испытываю потому что мы все с вами один раз всего лишь живем и я хочу испытывать позитивные эмоции от приключения и я хочу увлекаться чтобы это мне все нравилось вот они начали и сети пункты пропуска полицейские если бы вы ехали сейчас со стороны Ирана откуда-нибудь со стороны Сирии там их было бы гораздо больше во-первых во-вторых там бы точно стояли и с автоматами и с бронемашинами и так далее и тому подобное так вот то есть по сути по сути что я бы прилетел сюда на самолете вышел бы где-то сразу в аэропорту мне надо было либо машину на прокат в аренду искать и так далее либо я приехал на своей машине ну я могу хоть куда поехать куда угодно и 70 кстати трасса вот она как начинается и как пошла с Грузии так она сюда и переходит видимо это какая-то европейская трасса и скорее всего в общем она так и называется и так и называется вот поэтому ну я считаю что 250 долларов видимо может быть это потому что у меня машина экономичная гибрид и в принципе расход 6,5 литров бака мне хватает на 1000 километров бак 60 там ну грубо говоря 65 литров я могу ехать спокойно на этой машине и ну да вы здесь как бы тратите один раз деньги на то чтобы эту машину купить построить все купить что нужно а потом эта машина работает уже на вас и приносит вам удовольствие вот ну и плюс ко всему вы же можете ехать не в одиночку с вами могут ехать допустим там один или два пассажира и тогда вы уже экономите деньги потому что если два или три пассажира летит на самолете это уже будет допустим ну там не 200 долларов а 1000 долларов и конечно же когда вы едете в одной машине вы можете взять палатку с собой так же можете там рядом с машиной спать кто-то будет в машине спать и в принципе при желании путешествовать вообще на чем угодно можно я вот еду смотрю и люди и на велосипедах вот со всякими рюкзаками ходят путешествуют просто вот что у них есть они вот и путешествуют кстати вот это рамада это неплохая сеть отелей есть 90 евро стоит ну да это европейский отель европейская сеть отелей у них даже цены в евро и короче говоря я проеду мимо для турции это конечно же немало тем более для такого места для такого отеля ну в акре можно в анталии остановиться за эти деньги а здесь здесь такое место такая природа что здесь можно спать в машине с удовольствием вот в таких каких-то местах в парках вот как раз таки люди так и делают вот привезли прицеп оцепили его поехали на своей машине путешествовать а прицеп стоит и здесь как правило есть уборные туалеты асфальтированная территория очень чистая и ну круто здесь круто здесь и можно наслаждаться и морем и всем чем угодно всем чем захотите вот тонированные стекла я все хочу шторки себе надеть на передние стекла не знаю можно это или нет вот видите друзья как в турции люди любят животных мужчина взрослый вроде бы принес корм и кормит кошку которая здесь просто живет в этом парке и вот так у них везде повсюду и животные кайфуют и люди кайфуют ну конечно чувствуется сразу разница потому что такое провинциальное вроде бы местечко но все закатано в бетон все культурно и набережная очень красивая хорошие волнорезы стоят и так далее единственная вот здесь вот сразу такая информация что нельзя шашлыки жарить ну здесь действительно так как-то культурно все чисто и прям везде везде написано что мангалы нельзя делать нельзя огонь делать а это сделано для людей которые катаются для детей на скейтах на всем таком на роликах мусорные баки ну и камеры конечно же сразу камеры если кто-то захочет здесь что-то пожарить сразу будут наказаны ну я думаю с одной стороны в принципе наверное это правильно а вот туалет он мне сказал что в кафе туалет ну я вижу вот здесь вот туалет в турции туалет вообще везде можно найти спокойно спокойно красивый городочек такой прям и парк заправки повсюду я как будто дома оказался не знаю почему вот за эти за это количество путешествий сколько я проехал по Турции сколько я путешествую по ней я здесь уже себя чувствую как-то свободно спокойно и как-то легко здесь все просто вот я вам покажу как выглядит в Турции публичный туалет бесплатный здесь можно набрать воды помыть ноги руки все такое здесь два туалета мужской и женский на света нет ну очень чисто все очень все чисто культурно и чисто почему света нет видимо он как-то должен включаться ну в любом случае это вот уличный туалет вот так выглядит руки помыть все что угодно можно сделать даже ведро стоит для мусора решил немного свернуть в горы там я нашел отель вроде как неплохой такой и цена тоже нормальная от моря то есть у меня море сейчас за спиной а я еду на восток здесь рафтинг повсюду стоят эти лодочки то есть можно заказать рафтинг и покататься на речке на горной вот так вот эта речка называется мне честно говоря это ни о чем не говорит потому что в Турции очень много рек и больших рек тоже много и так далее и тому подобное и здесь протекает как мы с вами уже знаем легендарная река и фрат и тигр о которой даже в библии упоминается но это тоже большая река вот я слева вижу там прям такие каскады серьезно здесь температура немного упала в горах всегда будет прохладней даже летом и конечно же у них очень много зелени как всегда и в общем этот отель он от моря если смотреть примерно в десяти километрах находится вот такая вот река а уже европейцы приехали на своих автодомах прямо на берегу встали и стоят прямо на берегу реки ну сейчас это конечно сомнительное такое удовольствие в такую погоду возле речки немного опасно наверное даже может быть ну хотя здесь кемпинги прям вообще на каждом шагу и сейчас туда чем дальше я буду подниматься тем больше там будет собственно температура ниже будет ну вот здесь отелей много на самом деле прям много много отелей ну я выбрал по отзывам по рейтингу самый нормальный и по цене по моему там 700 или 800 лир стоит в гугле возможно сейчас мне на месте еще ниже цену дадут вот это лодочки все рафтинг это можно договориться они будут катать можно прям туда наверх подняться и прям там где это собственно отправная точка можно прям оттуда отправиться это 50-60 метров я набрал высоту я не смог удержаться и не остановиться для Турции в принципе это нормально здесь во-первых обрыв машина машина прямо в воздухе висит ну практически во-вторых посмотрите какая красота просто можно смотреть и ничего не говорить завораживающее зрелище пожалуй такое наверное только вот где-то в Турции в Европе возможно что вот вот так вот едешь будет мост обязательно какой-нибудь средневековый просто так где-то вот просто на дороге будет виды какие-то красивые мимо которых вообще тяжело будет вам проехать и вы обязательно захотите остановиться и сфотографировать просто вроде бы гора просто вроде бы речка и и вроде как все просто но оно завораживает и охота остановиться и сфотографировать это все и как-то остановить момент в этом месте дожди 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 наверное даже зимой столько много дождей не было и и на Кавказе были дожди и в Грузии были дожди и соответственно здесь тоже идут дожди потому что все рядом и прибивают тучки к горам и они здесь выпадают в осадки ну на каждом шагу отель в принципе я думаю продают мед пал это мед на казахском тоже пал мед будет ну наверное на многих языках этой группы и мишка вот и можно здесь найти вообще без труда отель я здесь не замечаю туристов скорее всего их здесь нет но местные прям активно и фотографируются тоже приезжают и я думаю приезжают в отелях тоже как-то живут останавливаются здесь отдыхают в принципе круто я бы вот в таком месте каком-то если бы не дождь с удовольствием вообще сегодня поспал бы в машине прям с превеликим удовольствием возле речки птички где-то деревья просто супер чем дальше я еду тем я сильнее начинаю понимать что это просто какое-то очень красивое место невероятное вот это вот красивая дорога ровная гладкая вот эти все скалы здесь очень много отелей буквально наверное через каждые 200-300 метров обязательно стоит 1-2 отеля я думаю это какое-то туристическое место какой-то парк потому что здесь ну просто прям очень красиво либо это после наших казахстанских степей или там после каких-то российских полей простых мне здесь так классно либо как я даже не знаю ну здесь прям очень красиво в общем 800 метров мне осталось до отеля я поднялся на высоту 106 метров как я и подумал повсюду здесь рестораны рафтинги канатные эти зиплайны мечеть это значит мечеть это значит то что я приехал уже вот в какую-то центральную часть этого места потому что обычно мечеть они делают в каких-то таких небольших деревнях где самый центр Османли сейчас еще по букингу посмотрю ну букинг мне почему-то показывает а это ресторан букинг мне почему-то показывает в евро цены вообще букинг заблокирован в Турции и он у меня работает только потому что у меня роуминг работает только поэтому все но зато иногда букинг дает хорошие цены потому что у многих отелей договоренность с букингом не ставить цены выше чем букинг а вот собственно и отель или где бутик-отель? он называется с завтраком с завтраком цена прямо на берегу реки с лидом на какой-то древний мост среднерековый цена 38 долларов там еще ресторан я думаю очень круто сейчас покажу вам как внутри в горах еще плюс ко всему вот так вот значит выглядит комната ну она не супер большая но комната находится прямо на берегу реки вот там внизу ресторан или еще что-то типа этого и вот она река прямо течет а вот я вот здесь сплю за 38 долларов я думаю круто там тоже напротив есть отели всякие разные гостевые домики и все такое ну круто единственный минус этого отеля что здесь никто не разговаривает ни по-русски ни по-английски мне пришлось вспомнить турецкий и мои познания позволяют мне заказать еду любую которую я хочу либо получить номер в том месте где нет ну людей которые говорят на русском либо английском языке здесь еще ресторан есть ну вот завтра завтрак здесь будет проходить какие-то поделочки здесь продают весьма любопытное место прямо на берегу реки еще плюс ко всему есть вот такая вот детская площадка с качелями или даже я не знаю насколько это детская и вот этот вот мост это очень древний мост и он до сих пор работает по нему люди спокойненько ходят и вот такой вот классный ресторан с мясом с супчиком со всем что я люблю турецкое блюдо всякие разные блюда турецкие очень вкусные и повсюду эти качели ну мост просто крутой какой-то очень крутой а вон там я живу вон 100 моделей прям совсем рядом мне уже принесли чечевичный супчик вот этот хлеб будет бесплатно вот эти вот десерт тоже 100% бесплатно салат тоже бесплатно вид тоже бесплатно помимо этого всего еще и яичная форель плавает прям живая можно покушать вот так он называется этот ресторан прям рядом с мостом и вот с мечетью если окажетесь здесь вообще я думаю это идеальное прям место начать знакомство с Турцией море далеко но зато мост есть 350 лир я всего лишь заплатил за ужин это по сегодняшнему курсу ну наверное где-то меньше десяти тысяч меньше двадцати долларов где-то 15 долларов примерно у нас в Алматы конечно же таких цен нет и вот собственно можно как раз таки посетить достопримечательность мост бесплатная достопримечательность средневековый мост а вот здесь вот так люди рядом живут здесь магазин сувениров частные дома прямо возле этого моста когда-то здесь скакали всадники на своих лошадях а теперь здесь сувениры продают и отельный бизнес с туристами ну мост конечно же впечатляет что я могу сказать такая река и они его построили но это круто я даже не знаю как они его строили потому что они должны были как-то перекрыть часть а ну я примерно догадываюсь но все равно очень сложно было его построить вот и местный житель вышел меня встречать как всегда ну чё давай показывай свои владения чё зеваешь солнце еще высоко давай показывай а вот эти вот тросы здесь натянуты на них можно кататься через речку и это ну он он и Субтитры создавал DimaTorzok